Сейчас сложно представить человека, который не знал бы его имени. Он по праву считается самым знаковым блогером по CSGO, но мало кому известно, с чего он начинал и как к этому пришел. Главный клоун СНГ Евгений Райс Рукевич. Женя родился 23 июля 1994 года в Нижнем Новгороде. Обращаясь к молодому поколению, Райс говорил, что вы сейчас сидите в интернете, а я в своем детстве сидел на лавочке. С ранних лет у маленького Жени проявлялись предпринимательские задатки. В детстве он торговал лимонадом. Выручив в один день 50 рублей, Женя радостный шел домой, но не дошел. О его прибыльном бизнесе прознали местные хулиганы. Райс получил пизды и отдал все заработанные деньги. Новым увлечением парня стали компьютерные игры. В 2011 году Женек активно играл в Counter-Strike 1.6 под ником Бледина Ебаная и публиковал мувики, нарезки лучших моментов из своих каток на страничке ВКонтакте. В этом же году он получил ключ к закрытому бета-тесту другой игры от компании Valve – Dota 2. Новая игра ему так понравилась, что интерес к стрелялке начал падать, и Женя переключился на доту. В 2012 году Евгений поступил в высшую школу экономики на факультет вычислительной математики и кибернетики. Первые годы студенчества проходили нелегко, катастрофически не хватало денег. Как Райс рассказывал после, он на запах мог отличить говяжий доширак от куриного. Райс был известен в дотокругах под ником Мочерата. 4000 часов в этой игре прошли для него довольно успешно. За пару лет он опнул больше 5000 ммр, что для 2014 года было очень высоким показателем наравне с проигроками. Женя с командой играл онлайн-турниры и выступал на ланах в Нижнем Новгороде. В стим-профиле Мочераты после слитых игр частенько оставляли комментарии другие игроки. Евгений считал своим долгом отвечать каждому. Он совсем не выбирал выражения и мог назвать рандома из Доби сыном портовой шлюхи. Примечательно, что Евгений почти все свои матчи в доте провел в европейском регионе. Он хорошо знал английский язык и, по-видимому, не хотел пересекаться с игроками из СНГ. В доту Женя не только играл, но и активно занимался обменом скинов. Трейдинг стал первым источником дохода юноши после продажи лимонада. Жека сутками зависал на лаунже, самом популярном сайте трейдеров. В определенный момент на лаунже, помимо трейдов, появились и ставки на киберспортивные матчи, которые очень заинтересовали молодого Райза. Интересно, что я в то же время шел по такому же пути. Начинал с трейдов на лаунже, в один день решил сделать ставку, а сейчас являюсь профессиональным киберспортивным аналитиком. И если тогда люди тыкали пальцем в небо или в тупую ставили все на фаворитов, то сейчас в нашей компании Gamesport работает целая команда аналитик. А выдавать результативные прогнозы нам помогает искусственный интеллект, который анализирует огромное количество информации о матчах каждую секунду. Больше четырех лет мы успешно развеиваем стереотипы и мифы о беттинге. Я предлагаю вам убедиться в этом на своем опыте. Мы даем вам 10 дней подписки на нашу аналитику бесплатно. Переходите по ссылке в описании и вводите промокод GAMESPORT007. Но я желаю вам приятного просмотра. 19 августа 2014 года Матчеррата в своем профиле оставил комментарий, в котором заявил, что заканчивает карьеру в Доте 2 и просит больше не приглашать его играть в эту игру. Райз все глубже вникал в киберспорт, смотрел матчи и играл в CSGO. Ставки заходили все чаще и к определенному моменту в инвентаре Жени скопилась круглая сумма и он решил создать группу ВКонтакте, в которой он мог бы делиться своими ставками. В том же 2014 году Райз снимает первые ролики на YouTube, но не на свой канал, а на канал своего друга Майнкрафтера. Евгений обучал подписчиков FutureCraftTV раскидки на карте Dust2. Также Жека запустил летсплей по Far Cry и выпустил пилотную серию. Правда на первом выпуске летсплей и закончился. В 2014 году был создан канал Rise, куда Женя через год загрузил вот такое вот странное видео. В те годы в ВК создавалось огромное количество пабликов с прогнозами на CSGO. Но сообщество Rise отличалось тем, что он сам ставил на свои прогнозы крупные суммы по 100-500 долларов и зачастую делал ставки на аутсайдеров, которые заходили с неплохим винрейтом. Именно поэтому на его группу начинает подписываться все больше и больше людей. Евгений, что называется, ловил волну и на деньги со ставок начал закупать рекламу везде, где это возможно. В 2015 году на его сообщество было подписано 15 тысяч человек. А проснувшись однажды январским утром 2016 года, Rise твердо решил «Хочу снимать ролики на YouTube». И пусть первые попытки на канале FutureCraft TV не уменьшались большим успехом, Женя верил в то, что сможет реализоваться как блогер. А его друг Майнкрафтер помогал ему с продвижением на старте, оставляя ссылку на его канал в своих роликах. Накопив денег со ставок, Евгений отправился в нижегородский магазин техники и закупил нужное оборудование на 200 тысяч рублей. Купил камеру, объективы, свет и начал снимать ролики, в которых рассказывал о тонкостях мира ставок. Я решил, почему бы мне не вести свой собственный видеоблог. Здесь я буду рассказывать про Counter-Strike и первую тему, которую я хотел бы разобрать. Если вам понравится, я запишу еще несколько... Это он все загрузил на комп, да? Открыл программу для вантерапов, смотрел на все на это? Зашел на Авито, думал, как бы камеру слить подешевле бы. Такой чел никогда никаким блогером не станет. Женя обожал Дмитрия Ларина. Позже он признался, что посмотрел каждый его ролик на два раза. И именно в его стиле Рай записывал свои первые видео на YouTube. Он был одет в такую же одежду, точно так же поднимал руку во время приветствия, а вместо «Привет, YouTube, с вами Ларин!» говорил «Привет, друзья, с вами Райс!». Также в его роликах появлялись разные пасхалки, отсылающие зрителя к Ларину. Поэтому можно сказать, что свою любовь к этому блогеру Евгений не скрывал. Параллельно он продолжал делать ставки и вести свой паблик в ВК. С группы он никак не зарабатывал, он просто хотел, чтобы его, цитата, «видели люди». И, видимо, хотел даже больше, чем нужно. После одной неудачной рекламы в Таргете, Райс решил попробовать пропиарить свое сообщество спамом. И моментально схлопотал перманентный бан. Как своей странице, так и своей группы. После блокировки Евгений опубликовал видео об этом на YouTube-канале и создал новую группу, которую назвал «Временным убежищем». Сейчас это «Временное убежище» насчитывает 600 тысяч подписчиков и является самым популярным сообществом по CSGO во ВКонтакте. В июне 2016-го Евгений закончил бакалавриат в ВУЗе и поступил на магистратуру. Изначально он подумывал стать программистом, но после того, как завел YouTube-канал, юноша понял, что работа в офисе — это не то, о чем он мечтает. И сфокусировался на блогерской деятельности. На одном обучении ставкам Жека не остановился. Он пробовал снимать разный контент, прощупывал нишу с целью найти свой формат. Сначала это были просто разговоры на жизненные темы, где Женя, сидя перед камерой, давал советы школьникам, стоит ли поступать в ВУЗ, рассказывал о своем опыте, целях и мнении о различных вещах. Одновременно Рай записывал гайды по КС, лайфхаки, дорогу к глобалу, влоги с турниров в Кёльне, обсуждал громкие события и новости в киберспорте. Ролики были максимально разнообразны, но среди всех них прослеживалась одна четкая тенденция. Ролики про Na'Vi собирали в разы больше просмотров, чем все остальные. Например, ролик «Как научиться ценить жизнь», который Райс считает своей лучшей работой, собрал в три раза меньше просмотров, чем видео о том, как Na'Vi поругались на дримхаке. И еще один интересный факт. 90% зрителей смотрят наш контент без подписки на канал. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Здесь мы снимаем крутые истории об известных личностях в киберспорте. В том ролике Винни критиковал команду Na'Vi, тогда впервые на него обратили внимание профессиональные игроки. И не просто игроки, а сам Александр Симпл Костелев. Вот этот Райс я не знаю. То есть это человек, как его там? Раз, Райс, Райс. Делает видео, но он не знает. Не знает о чем вообще он говорит. У меня аж уши вянут, когда я слушаю это. Я не буду встретить Райса. Давай тут писать. Это полный дебилизм. Для чего? Мне неинтересно. Вам интересно, вы посмотрите. Сам факт реакции Симпла уже сам по себе стал событием. Благодаря этому случаю заверутился мем «Райс, ты не в команде». Эту фразу по просьбе самого Райса Симпл написал на кепке блогера на автограф-сессии после вылета Na'Vi с ESL on Köln 2017. Что было дальше? Я пошел где-то за полтора часа, за два на автограф-сессию, встал там практически первым. И, сука, у меня гребаный билет за 300 евро. Это премиум. И вперед меня опускают еще каких-то бичей. За сколько у них билет тогда? Это что за мать? В конце года в Китае проходил турнир от Старладера. Интернет взорвался, когда в их группе ВК вышел пост с анонсом комментаторов и аналитиков. Среди них, как обычно, Петрик, Хаус, Тоня и Евгений Райс. Организаторы неожиданно для всех решили провести эксперимент и пригласить блогера в студию аналитики. Райс идеально разбавлял сухую аналитику Старладера тонкими анекдотами, которые в комьюнити понял далеко не каждый. Китайцы оказываются готовы к таким простым выходам и просто их закрывают. Тематический анекдот. Гуляли мы, значит, в Дайвиче Стоне, играли в бильярд. Опять гуляли. Но она мне и говорит, Жень, я в тебе не сомневаюсь, может, нормально в бильярд играть, как люди. Киен. И вот здесь то же самое. Не надо перемудривать. Надо играть спокойно в свою игру с Виртуз Прой. Сегодня я уже много раз говорил. Нужно просто играть в свою игру. Самое главное, уверенно. Блогер записал 4 видео про свою поездку в Шанхай. Один из них он назвал лучшим роликом на канале с точки зрения съемки. Оператор Эрик Рико, который снимал Версус Баттл и клипы Оксимирона, фанатом которого, кстати, является Райс, поехал в Китай вместе с Женей и снял для него ролик про загулисье турнира. Пересматривая это видео сейчас, через 6 лет ты зерно удивляешься тому, как легко Жека доводит до зрителя информацию. Раньше никто не знал, как устроены турниры изнутри, что происходит за сценой, как работает студия аналитики. Райс показал это все одним дублем. Полно здесь мусорок. А где вход? Ну, надо только пролезать, братан. Полезли? Братишка, приоткрой, пожалуйста, приоткрой, приоткрой. О, спасибо, спасибо. Красавцы. Собственно, вот такая вода арена. Сейчас вы ее увидите вот здесь. Вот это вот зрители, которые болеют или не болеют. Дневнички, которые Райс впервые запустила на мажоре в Атланте в 2017 году, стабильно набирали больше просмотров, чем разговорные видео. А потому жизненных душевных роликов становилось все меньше, а обзоров матчей все больше. Единственное, чем отличались дневники от турнира к турниру, это образ Райза и стиль заднего фона. Байтов в заголовках и на обложках стало все больше, а Женя старался обозревать все более острые темы. Но это не значит, что Райз скатился. Помните его главную цель? Он хотел, чтобы его видели люди, как можно больше людей. Он просто нашел свою нишу, в которой стал успешным шоуменом и снимает смешной и интересный контент в ней. Ему не приходится лезть за словом в карман. Райз очень остроумный и интеллектуальный персонаж с подвешенным языком. Он не стесняется своих выражений, всегда говорит прямо все, что думает. И именно этим он завоевал огромное количество фанатов в СНГ. Конкурс! Мы разыгрываем для вас отличный скин на Desert Eagle «Заговор». Условия поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях, кто был персонажем первого интервью на канале Райза. Пишите комментарии в формате «Ответ», название социальной сети и никнейм вашего профиля. Так мы сможем оперативно с вами связаться для выдачи приза. Через 7 дней из выполнивших все условия мы случайным образом выберем одного победителя и публикуем итоги в нашем Телеграм-канале. Так что не забудьте на него подписаться. Все ссылочки вы найдете в описании. Понравился ролик? Влепите ему лайк, обязательно подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик. Благодарю за просмотр. Еще увидимся. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok